В человеке должно быть всё прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Антон Палч Чехов Во всей истории выхода в эфир программы Жирновского телевидения, дорогие мои земляки, она не видела одновременно такого их количества. Более того, в объективе элита высшего общества Жирновского района, как сегодня принято говорить, вип-персоны. Как ни назови, но всего того, что настоящие личности достигли в своей жизни, они достигли своим трудом в разные годы на объектах народного хозяйства страны, в основном нефтегазодобывающей отрасли бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации. Если задаться их социальным происхождением, то все они вышли из народа, в основном из простых семей, успешно закончили школы, институты, прошли трудовую закалку на производстве, выросли по службе, став теми, кем являются сейчас, женились, продолжили свои роды и династии. Если задаться их национальным вопросом, то в этой когорке в большинстве своем русские, есть украинцы, белорусы, представители других национальностей и народностей. В нашем случае, впрочем, это абсолютно неважно. Все они всего гости, дорогие, уважаемые, желанные. Гости на юбилее у Сергея Рубеновича Попяна. 20 февраля 2006 года ему исполнилось 50 лет. Гости на юбилее у Сергея Рубеновича Попяна. Сережа родился в высокогорном поселке Верхний Дашкисан Азербайджанской СССР в семье служащего. Сельского учителя, яркого представителя местной интеллигенции Рубена Матевосовича Попяна и не менее известной в округе, главным образом за свое трудолюбие, библиотекаре Марго Амбарцумовны. Красивой армянки, от которой шестеро ее детей унаследовали лучшие черты и качества. От них плоть от плоти матери и отца. Самый младший и единственный многодетный в семье Сергей. Питает и пронесет через полвека такие качества, как порядочность, почитание старших, уважение к человеку, независимо от его положения. С детства запомнились Сереже слова отца. Не пренебрегай людьми, не возносись над человеком, уважай его, и это воздастся тебе во сто крат. Еще одно важное качество унаследовал Сергей от своего отца быть лидером, уметь увлечь, зажечь, повести за собой своих товарищей. Первые ростки организаторских способностей Сергей проявил в школе без его участия. Высказанного мнения в классе не проходило ни одно мероприятие. Окончив Дашкисанскую школу имени Степана Шаумяна, Сергей и не мыслил себя никем, как экономистом и, по крайней мере, инженером-геологом. А потому в 1973 году поступил в Азербайджанский институт нефти и химии имени Азизбекова, по окончании которого 26 августа 1978 года, согласно направлению, сошел на автовокзале города Жирновска Волгоградской области и подумал, куда я попал. Сразу вдруг вспомнилось заманчивое предложение работать в Мегионском УБР в Западной Сибири. Взгруснулась, но что делать? Как вскоре окажутся, все тревоги и разочарования молодого специалиста Попяна окажутся напрасными. В Жирновске судьба в числе многих замечательных людей сведет его со Святославом Алексеевичем Волонсевичем, тогда начальником Жирновского УБР, слова которого окажутся пророческими. Сергей Рубенович, оставайтесь у нас в Жирновске, вам здесь понравится. Сергей Рубенович, такой вопрос. Вот вы сюда сейчас приехали, душ не щимит? Щимит, да, чисто профессионально щимит. Щимит в том плане, что, вот, Святослав Алексеевичу говорю, ребятам говорю, что отстал. Просто обидно даже, просто. Но я не говорил. Я говорю, я сам, самокритично отстал. Я не знаю, это оборудование, я не знаю, ну, имеется в виду станок и вышка. Для меня это, ну, понятно, это недолго научиться, но тем не менее я уже не знаю. Вот в этом плане щимит, профессиональность. Хоть тебе и пятьдесят, выглядишь молодым, черным золотом богатым, и людьми хорошими, и, наверное, оттого, возраст твой не верится. Город детства моего, над рекой Медведицы, город детства моего. На взгляд, самые доброжелательные, деловые отношения. Да, какие они могут быть, если, в общем-то, судьба и развитие района зависит именно от развития этой отрасли, именно от нефтяного дела. Нефть начинается именно с этих точек, вот с этих людей, которые окружают нас, и где мы сейчас находимся. Их потом кровью, их знаниями, умениями это все добывается. Потом, соответственно, передается добытчикам, нефтедобытчикам, которые превращают это в рубли, отчисляют местный бюджет. А дальше уже это умение местных властей, как распоряжаться этими доходами. Повезло с прекрасным руководителем объединения, потому что именно его заслуги, Анатолий Александрович Новикова, геолог, бывший главный геолог Жиромского управления боровых работ, Саблин Александр Сергеевич, который сегодня возглавляет всю геологическую службу этого объединения в Волгоградской области. Вот эти люди, которые, ну, сегодня о них нельзя не говорить, потому что нельзя допускать такую мысль, чтобы остались в тени. Они создатели сегодняшнего дня. Как вообще взаимоотношения у них тянников с администрацией района? Прекрасные отношения. Ну а что, глава администрации, наш, он работал в нашем управлении, очень долго, 10 лет проработал. А сейчас 10 лет на нас давит. На этих кадрах Сергею Рубеновичу Попяну 40 лет. Приемник Гоценко, уважаемый среди людей, перспективный руководитель, в 96-м году основной кандидат на должность главы администрации Жирновского района, армянин, родившийся в Азербайджане, на Жирновской земле русский кавказец. Именно по этой самой простой, незамысловатой причине он в воле избирателей Жирновского района в 96-м году приостанавливает свою политическую карьеру и возвращается в родное УБР ненадолго, всего на 10 лет. Как он вообще мужик? Мужик, только одна фамилия Попяна, так он вообще Петров. Это так, если коротко, и я с на фамилии открываю. Вот так, он знает все, знает как работать и так далее, умеет работать. В предисловии к выпущенной в 2005 году хроникально-документальной книге о людях, посвятивших свою жизнь поискам нефтяных и газовых месторождений, в авторский коллектив, который вместе со Святославом Волонсевичем, Алексеем Шачевым, Александром Саблиным, Федором Шейкиным и другими коллегами, вошел Сергей Попян, приведены слова Дмитрия Менделеева. В непрерывном поступательном движении полезно по временам делать обзор пройденного пути. За свои 50 лет Попян построил собственный дом и помог обустроиться в жизни многим сотням людей. Он посадил не одно дерево, по долгу службы занимался обустройством боровых городков и благоустройством Жиновского района. Он в мае 83-го года впервые встретил красавицу Лолиту, которая стала его женой и подарила двух дочерей Карину и Маргариту, сегодня студенток волгоградских вузов и продолжателя рода Попянов Рубена Сергеевича, сегодня занимающего должность первоклассника. На правах автора программы и одного из руководителей Жиновского телерадио хочу от себя и от всех, кто вместе со мной работает, поздравить с наступающим днем защитника Отечества старшего лейтенанта инженерных войск в запасе Сергея Рубенча Попяна. Офицерское звание ему было присвоено, когда он учился в Азербайджанском институте нефти и химии имени Азизбекова, а повышение произошло после окончания сборов, которые он проходил на советско-иранской границе в будущность Советского Союза. В эти минуты Сергей Рубенч находится в кругу своих друзей, которые ценят его как руководителя, товарища, наставника, коллегу. К их числу посмею отнести и себя. 20 февраля первому заместителю главы администрации Жиновского муниципального района Сергея Рубенча Попяну исполнилось 50 лет. Это пик активности мужчины, и как раз в этом возрасте он вновь стал у руля нашего района. Я надеюсь, что Сергей Рубенч вместе с Владимиром Александровичем Удаловым и его командой будут рулить в нужном направлении во благо нас, жителей этого района. Сегодня мы показали фильм «Сказание о земле российской». Этот фильм снимался в 1996 году, к выборам, и никогда раньше не демонстрировался. В числе тех, кто 20 февраля 2006 года поздравил Сергея Рубенча с юбилеем, был известный предприниматель Сергей Поляков. Так получилось, что накануне он сочинил песню, посвященную полувековой дате. И сегодня эта песня звучит для Сергея Рубенча в оригинальном исполнении. Полувека С ума сошла планета Так быстро время мчится Годам не возвратится Полувека А в сердце столько света А в сердце столько жизни Да так вот не он За веки не теряйся Я хочу сказать, так не очень удобно Поздравляю Поздравляю тебя Мы душой Счастья, силы, здоровья желаем Поздравляю Поздравляю твой год Золотой Пить до дна За тебя обещаю Полувека С ума сошла планета Так быстро время мчится Годам не возвратится Полувека А в сердце столько света А в сердце столько жизни Зоветний перерыв Рубен Матевосович Сергей Рубенович И вновь Рубен Сергеевич Есть продолжение Своего младшего сына Отец хочет видеть Свободным в обозримом будущем Свободным в передвижении И материальном отношении В принятии своих решений Возможно Саму Сергею Рубеновичу Этого когда-то не хватало Главный в роду Попянов Он остается самым младшим И единственным для своих сестер Которые боготворят Любят И гордятся своим Сережей Так Ну в этот торжественный Момент его жизни Я хочу поздравить его С прекрасной датой С 50-летием И как бывшая Учительница его Я хочу ему поставить 50-ти бальную оценку Спасибо, что ты есть Сергей Дорогой Я хочу поздравить С 50-летием Пожелать ему Всех-всех земных благ Здоровья Удачи В дальнейшей жизни Чтобы держался Так же Крепко на ногах Как сейчас Я тоже Присоединяюсь С всему сказанному Желаю тебе Мой дорогой брат Крепкого здоровья Всех-всех земных благ Поздравляю тебе С днем рождения Брат мой С днем рождения Сережа С днем рождения Земных благ Всего хорошего Всего достойного В жизни На вопрос Каков главный Девиз его жизни Сергей Попян Ответил Не сметь напрасно Прожигать время Делать дело Добро Каждые пять минут Каждые пять секунд Каждый день Постоянно быть В движении В динамике Ошибаться И исправлять ошибки Кипеть Не тлеть Самореализовываться В этом смысл жизни Сергея Рубенча Попяна Которому 20 февраля 2006 года Исполнилось 50 лет 50 лет Ну какой-то отчет Наверное Самая лучшая Часть жизни Осталась позади Но мы не знаем Все мы понимаем Что есть еще В порох пороховницы Мы можем Что-то делать И друг к другу И для тех Которые даже здесь Их нет Это чувствуется Потому что Мы набираем Обороты Такие Имеем запас Знаний такой Что мы можем Преодолевать Огромные стены Препятствия Ну Созданные именно Человеком Не природой Конечно Только человеком Попян Сергей Рубенович Родился 20 февраля 1956 года В поселке Верхний Дашкисан Азербайджанская ССР В семье Учителя Окончил Азербайджанский институт Нефти и химии Имени Азизбекова Трудовую деятельность Начал в 78-м году Технологом Жирновского управления Буровых работ С 1986 по 1988 год Заместитель начальника Жирновского УБР По общим вопросам В 1988-1992 годах Работал заместителем Председателя Жирновского райсовета В 1992-96 годах Заместителем Главы администрации Жирновского района С 2000 по 2005 год Работал заместителем Генерального директора По управлению персоналом Общества Нижневолск Бурнефт Имеет отраслевые награды Почетный нефтяник С октября 2005 года По настоящее время Работает первым Заместителем Главы администрации Жирновского муниципального района В свободное время Увлекается бильярдом Шахматами Нардами Научно-популярной литературы Женат Отец двух дочерей И сына В настоящее время Живет в городе Жирновске Попян Сергей Рубенович Редактор субтитров А.Семкин